Приветствую вас и в своем небольшом сообщении вы написали на правом деле довольно много всего и я постараюсь помочь вам разобраться с тем, что происходит. Во-первых, нужно сказать так, что два года вы встречаетесь с молодым человеком, любите его и все как бы нормально. Ну вот спустя какое-то время он начинает бегать за своей бывшей женой, которая работает также вместе с вами. И вот этот момент, значит, почему мужчина начал бегать за своей бывшей женой, нужно вообще говоря, ну отдельно немного разобраться. С чем связано такое его поведение? Как вы думаете, почему он начал бегать за своей бывшей женой? Если он любит вас, если он хочет быть с вами, да, и так далее, что заставляет его бегать за бывшей женой, за своей бывшей женой? Вот этот момент вам обязательно нужно уяснить. Что поспособствовало тому, что мужчина начал вести себя именно так? Нужно этот момент определить. Дальше. А вы сейчас видите, что он наделяет внимание другой женщине и хотите вцепиться ей в волосы, как вы говорите. Хотя и, наверное, понимаете, что, в общем-то, никакого эффекта, результата это не возымеет, потому что это желание мужчины бегать за своей бывшей женой. И здесь наблюдается первое противоречие. Вы пишете, что боитесь, что мужчина будет стать со своей бывшей женой. Вы называете его любимым, и я понимаю на самом-то деле, почему так, но такое впечатление у меня сложилось, что вы немножечко не принимаете реальность такой, какая она есть. А реальность заключается в том, что ваш молодой человек, ваш мужчина, ваш парень фактически уже изменяет вас. Пусть и неизвестно пока, изменяет ли он вам физически, изменяет ли он вам реально, но морально он вам изменяет совершенно точно. И это значит, что вы не можете не ощущать того, что он вам изменяет. Вы не можете этого не чувствовать. Соответственно, у вас возникает притяжение к другому мужчине. Почему? Потому что вы, как женщина, хотите отношений. Вы, как женщина, нужна этим в том, чтобы вас любили, чтобы к вам проявляли внимание и так далее. Все это вы очень хотите. И поэтому вы испытываете притяжение к другому мужчине. В частности, еще не потому, что человек, в отличие от вашего парня, настроен более серьезно к вам. Он более, лучше ценит вас. Он относится к вам так, как вы того достойны. И вы сами, может быть, инстинктивно чувствуете это, что вы достойны именно такого отношения. Гастория проявляет к вам ваш знакомый, а не ваш парень. Это нужно очень хорошо понимать. То, что вы видите, что ваш молодой человек относится к вам не достаточно хорошо. Ваш молодой человек относится к вам. Ну, да, так вот, пренебрежительно, да, бегает за своей женой. И вы поэтому обращаете внимание на другого человека. Потому что вы перестали удовлетворять свои потребности, как женщина. И важно понимать, что вы не делаете ничего дурного на самом деле, когда общаетесь со своим знакомым. Не делаете вы ничего дурного, когда, значит, ну, когда общаетесь с ним и когда проводите с ним время. Опять-таки, почему? Да потому что мужчина, ваш мужчина, сам поспособствовал этой ситуации. Он сам, тем, что начал бегать за своей бывшей женой, спровоцировал такое ваше поведение. И вы здесь абсолютно не виноваты. Это не ваша вина. Еще раз повторюсь. Это вина вашего молодого человека. Потому что его, простите, никто не заставлял бегать за своей бывшей женой. Ну, начинать бегать за своей бывшей женой. Этот момент обязательно постарайтесь учить, когда будете осленивать свое поведение и отношения с вашим знакомым. Дальше. Вы пишете такую вещь, и вещь эта довольно интересная, что ваш молодой человек, парень, с которым вы встречали два года, значит, злится, что вы не расстраиваетесь на работе. Он думал, что вы будете заплаканы и зареваны. То есть, мало того, что молодой человек начинает, встречаясь с вами, бегать за своей бывшей женой. Так ему еще и не нравится этот факт, что вы не расстраиваетесь по этому поводу. Его поведение, скажем прямо, ну, мягко говоря, довольно эгоистично. Его поведение, мягко говоря, очень негативно по отношению к вам. И вы, конечно, не раскрываете всех тонкостей, но я думаю, что такое поведение явно недостойно мужчинам. Любого мужчины в целом. Поэтому сам по себе данный факт говорит о нем в очень негативном ключе. Давайте будем честными и гадим, что мужчина ведет себя по отношению к вам потребительски. Такое впечатление, что когда он расстался со своей бывшей женой, ему нужна была отручина, он это отручина нашел в виде вас. Два года провстречался с вами, а потом, вновь увлекшись бывшей женой, про вас уже забыл. Но почему-то считает, что вы должны из-за него переживать, убиваться и так далее. И вот это является как раз таки неправильным. Это является эгоистичным, эгоцентрическим и, вообще-то говоря, неуважительным по отношению к вам. И теперь, отвечая на ваш вопрос, нормально ли ваше чувство? Да. Ваше чувство совершенно нормально. Ваше состояние и симпатия совершенно нормально, потому что молодой человек перестал уделять вам внимание. А так бывает всегда, когда мужчина перестает уделять внимание женщине. Женщина, если она уверенная в себе, волевая, а вы именно такой человек, судя по всему, женщина всегда найдет другого мужчину, который оценит ее по достоинству, который не будет доставлять ее, скажем так, страдать. И вы поступили так, как должны были поступить, вы поступили так, как поступила бы любая нормальная женщина на вашем месте. Вы поступили абсолютно целиком и полностью нормально и естественно. Вы не сделали ничего дурного. Я надеюсь, этот момент вы совершенно односнащенно для себя поняли из моего видео ответа вам. Потому что, как правильно сказал мой коллега, нельзя кинуть отношения только лишь на одном человеке. Это работа всегда двоих людей. А так получается, что ваш мужчина никак не хочет участвовать на данный момент в отношениях, а хочет только лишь получать. Он хочет получать от вас какое-то внимание, сам при этом ничего не давая. А так не бывает. Я думаю, что для того, чтобы проверить его истинные чувства к вам, можно и нужно продолжать общаться с вашим знакомым. Для чего? Для того, чтобы на самом-то деле показать, что вы не собираетесь ждать его. Вы не собираетесь ждать, когда он с изволом обратить на вас внимание, что вы продолжаете жить, что вы продолжаете получать удовольствие от жизни. И это является правильным. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения.